И защитные костюмы скрывают южный загар. В такой экипировке эвакуированные из Таиланда на Сахалин провели весь полет. И, судя по всему, не напрасно. У одного из пассажиров рейса по результатам теста подозрение на коронавирус. Вместе с семьей он отправлен в инфекционный госпиталь для обследования и лечения. Если эти результаты положительные, это для того, что пациент или переболел этой инфекцией, или находится в какой-то острой фазе. Возможно, просто без клинических проявлений. Обязательный медосмотр прошли все 90 пассажиров рейса. Среди них 14 детей. Многие прилетевшие совсем не туристы. Есть фрилансеры, работающие на удаленке, и те, кто перебрался в Таиланд, как им казалось, на постоянное жительство. Сейчас первый эвакуационный рейс, который организованный был, вот мы на нем и вылетели, собственно говоря. А до этого, потому что отменяли билеты, закрывали границы, народ в итоге был вне определенности. Почти сразу после прилета всех пассажиров отправили на двухнедельную обсервацию в подготовленный отель. Все было очень слаженно, оперативно, без каких-либо задержек. Персонал самолета был суперотзывчивый. Соотечественников из Юго-Восточной Азии сегодня встретила и Югра. Большинство пассажиров – семьи с детьми до школьного возраста. Для них по поручению главы региона при содействии МИДа и Росавиации организовали чартерный рейс. Чтобы собрать россиян, спецсбор сделал две промежуточные остановки. Сначала приземлился в индонезийском Динпасаре, где принял туристов, отдыхавших на Бали. Затем отправился в Бангкок и только после этого взял курс на Сургут. В условиях пандемии самолет могли остановить в любом из этих аэропортов. Но в итоге все 190 пассажиров благополучно вернулись домой. Сторис, селфи, прямые трансляции. О долгожданном возвращении домой они спешат поделиться в соцсетях с родными и близкими. На сайте МИДа мониторили информацию по рейсам, по вывозным. И как только появились первые новости про рейс Бангкок-Сургут, мы не стали долго раздумывать. Собрали просто вещи. Ночью мы уже вылетели довольны тем, что мы в списках. За рубежом находилось 390 югорчан в 46 странах мира. Наибольшее их количество находилось в Индонезии и Таиланде. Вот эту задачу мы решили. Далее югорчане будут возвращаться и уже возвращаются на территорию России вывозными рейсами Росавиация. Эвакуацию осложняло ограничение передвижений внутри Таиланда. Многие туристы находились не в самом Бангкоке, а на островах. В Таиланде введен комендантский част и отбок посты. То есть в определенное время можно было выехать только с островов. В аэропорту всех пассажиров ждут автобусы в каждом принимающем городе. Развернуты обсерваторы. На случай, если у людей нет возможности изолироваться дома, либо им требуется наблюдение специалистов.